Семилетняя Полина свое письмо Деду Морозу пишет заранее, чтобы подарки точно успели оказаться под елкой вовремя. Я верю в Деда Мороза, я его жду каждый год, и в этом году я попрошу, чтобы он мне принес игрушку. Написать письмо Деду Морозу – обязательный предновогодний ритуал для многих российских детей. За 15 лет существования почта Деда Мороза в Великом Устюге приняла почти 4 миллиона писем. Письма приходят круглый год. Не закрывает свои двери и резиденция Деда Мороза. Посетителей здесь встречают в любое время года. Сегодня здесь празднуют день рождения главного волшебника страны. У нас, как правило, в день рождения Деда Мороза вся сказка посвящена празднику. И в этот день тоже. Уже работает тропа сказок, где проходит праздничный квест, в полярный Деда Мороза, где будет игропиру по обжире, в почтовом отделении новые программы экскурсионные. Свой день рождения Дед Мороз празднует в прямом эфире. Заодно зажигает и первую новогоднюю елку. Поздравить главного волшебника поспешили сказочные персонажи со всей страны. В этом году пандемия заставила волшебника немного изменить свои планы. В каком режиме вотчина Деда Мороза будет встречать гостей на новогодних каникулах, пока неизвестно. Возможны изменения и в традиционном всероссийском турне Деда Мороза. Уже известно, количество городов, которые главный российский волшебник посетит в этом году, станет меньше. А недавно из-за карантинных мер в Хантамансийске отменили всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, который должен был состояться 10 декабря. Маляка Джумалеева, Константин Воробьев. Новости дня.